Конкурс женственности и таланта. Именно так вместо привычного красоты организаторы и участницы именуют это состязание «Мисс Пенза». 27 претенденток за полтора месяца прошли большой путь модельной походкой на высоких каблуках. За кулисами становится абсолютно ясно, за время подготовки девушки научились на любой высоте сохранять спокойствие и уверенность в себе. Мы надеемся. Почему я самая уверенная? Я просто самая стрессоустойчивая. И это постоянно на каблуках устают ноги. Нужно повторять одно и то же постоянно. Это давалось тяжело поначалу, потом к этому привыкаешь и становится все легче и легче. Все очень прошло в таком темпе насыщенно. Мы все наверстали то, что мы не умели, мы теперь все это умеем и знаем. На этот раз королев красоты определяли в трех категориях. Мисс для девушек младше 37, миссис для тех, кто немного постарше и плюс сайз. В ней принимали участие дамы, размер одежды которых от 48-го. Как говорят организаторы, это не просто стремление выйти на новый уровень и привлечь как можно больше представительниц прекрасного пола, а попытка сделать так, чтобы каждая женщина смогла раскрыть свой потенциал. Я вообще являюсь вдохновителем женских сердец, женских душ. Они вдохновляют меня, поэтому у нас все очень взаимно. Мы обмениваемся женской энергетикой, поэтому все женские проекты, которые я делаю, конкурсы, они проходят на одном дыхании очень классно. Конкурс мисс Пенза в нашем городе последний раз проводили в 2019 году. В этом так совпало, что финал выпал на день рождения организатора Веры Ежатновой. Ее девушки поздравили прямо на сцене. Ну а что касается главной интриги, то с коронами в этот вечер ушли все участницы, но главную получила только одна. Екатерина Зайцева. Мисс Пенза. Мисс Пенза категория. Мисс получает корону от королевы предыдущей. Вообще же победительниц, как и категории, на этот раз три. Мисс Пенза стала Елена Гвадзабия, а в номинации Плюс Сайз Ирина Черевань. Среди призов поездка в Сочи на конкурс красоты и в Москву на Эстет Фэшн Уик.